Продолжаем проходить Sonic Lost World, и тут такое дело, мне в комментариях подсказали то, что я по своей глупости умудрился в упор не заметить. Дело в том, что мы за вот эти красные кольца, которые можно собрать на уровнях, получаем не концепт-арты и музыку, как в Sonic Generations, а кое-что другое. А именно, Суперсоника. Я ещё удивлялся, почему в настройках есть Суперсоник, но как его активировать, я понятия не имею. Давайте поставим там у себя куда-нибудь там, на Г, допустим, вот так вот. Полное Г, потому что для того, чтобы получить Суперсоника, нам нужно вполне очевидно пройти игру на 100% и собрать все кольца. Вот, я уже начал их собирать на предыдущих уровнях, как видите. И вот они, собственно, изумруды Хаоса, дожидаются, когда же я их тут соберу. Которые тут выложились у нас, у нас выстроились повсюду, и намекают нам, что раз уж есть 7 изумрудов Хаоса, то есть его 7 климатических зон, которые нам нужно пройти до завершения игры. Ну что, займёмся тогда, получается, 5 климатической зоной. Конечно, я не буду собирать эти красные кольца в кадры, это слишком сложно, и приходится часто помирать, чтобы это сделать. Так что я уж как-нибудь сам с этим справлюсь, и в кадры будем показывать только то, что нам нужно по сюжету. Ну, поехали. Соник более серьёзный, чем я ожидал. Да, из него получился бы мощный рап. Эггман научил нас, как делать роботов. И мы сможем сделать ёжика роботом. Отличный план, мастер. Ну, конечно, ты бы и сам об этом догадался со временем. Времени. Времени у Соника как раз и не осталось. Ох, какие серьёзные у вас разговоры, учитывая, что вы смешные мультяшные пластилиновые злодеи, которые нужны только для того, чтобы Соник мог с вами, что называется, полапаться и почмокаться, ведь именно это он у нас с вами и делает на протяжении всей игры. Так, ну ладно. Ой, обо что я там ударился. Ну, а тут у нас Машум Хилл начинается. Вот у нас грибочки из Машум Хилла подъехали. Здорово. Да, теперь будем стараться вообще ни на что не обращать внимания толком, потому что у меня, в принципе, всего достаточно. И животных у меня очень много ещё больше станет после того, как я закончу фармить все красные кольца. И жизни тоже полно, их всё время хватает. Ой-ой-ой. Меня убили. Так, нужно вспоминать, что там надо было делать, чтобы выжить. Блин, даже не сохранили, но это не честно. Уж если вы представляете новых врагов, тогда это хотя бы нормальный... Нормальное место для ошибки. То это как-то печально получается. Ну ладно, боюсь, что у меня, конечно, нет возможности переснимать что-либо, потому что, скорее всего, если я... Я опять потерял кольца. Какого хрена, что со мной не так? Так, если я выйду и начну запись заново, то игра-то уже сохранилась. Ну-ка. Да, нужно их пинать. Пинать мы на отдельную кнопку должны, я просто забыл уже, что у нас есть эта кнопка. Причём можно пинать врагов друг в друга, и я это тоже ни разу не делал. Просто как-то забыл. Потому что это делается не на одной из трех кнопок, которые я использую, а на отдельную четвёртую кнопку. Да уж, может и вправду легче было играть с геймпадом. Ну всё, короче, мы разобрались, поехали. Моя цель по-прежнему та же, стараться проходить по одной климатической зоне за серию, но я ничего не обещаю. Как у нас получится, а так и будем проходить. Особенно, когда нужно по этой грязище какой-то бегать. Чё это... чё это за... Что за... Ничего, не понял. Чё за сраная трава... Я уже подзабыл немножко, к сожалению. Я помню, что с этой травой нужно что-то делать, чтобы она активировалась. Так. Вот, всё, наконец-то вспомнил. Её нужно активировать ударом. Ударом, который не всегда срабатывает. Вот и ещё, собственно, роботы подоехали из-за... Собственно, этого самого... Ой, стоп, тихо. Зачем я сюда полез вообще? Чё у меня тут игл? Ой, блин. Роботы из Машлум Хилла, короче. Потому что, как обычно, чем больше копипасты, тем лучше считают разрабы. Так, где я? Теперь, как видите, уже что-то новенькое. Все эти фаллосы, по которым мы бегаем, стали более извилистыми, да. Теперь они уже, что называется, очень такой необычной и разнообразной формы. Удовлетворят любого страждущего. Так, тихо, 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 пока не хочется их нельзя трогать. Это я уже запомнил всё на гортом опыте. Хоть не с первого раза. Ну, собственно, да. Я вот хотел боёвки, я получил боёвку. Всё равно это веселее, чем в этом 2D подниматься вверх или вниз. Это как-то не очень... Развлекает по сравнению с вот этой красивой пробежкой вокруг крошечного глобуса. Прямо вспоминается про 2006, где можно было на том этапе игры побегать по маленькой планетке. По тихо такой же маленькой планетке, как и, собственно, маленькая планетка из... Сиди. Куда вы меня понесли? Что происходит? Я немножко запутался. Мне нужны кольца. Всё. Фух. Сейчас нужно опять заново, что называется, ой, входить в темп игры. А то я сейчас играл просто в метро, там, так спокойно, медленно. Тебя кусают монстры по 50 раз, и ты после этого спокойно выживаешь, и идёшь себе дальше, как будто ничего не произошло. Так что сейчас нужно привыкать снова к опасности. Да, может быть, в этом и минус, с того, что я играю сразу в несколько игр, а не только в одну из них. Ну ладно, поехали дальше. Что-то неправильно. Ну, наверное, мы его попустили. Соник, это ловушка! Тейлз, нет! Ах, эти гнилые, подлые! Тейлз поступил для великого блага. Давайте постараемся, что его жертва не будет напрасной. Я должен быть самым быстрым, но я был слишком медленным, чтобы спасти моего приятеля. Ах, Эггман, ты такой прямо... Добрый. Да уж, ничего не скажешь. Особенно, когда ты попытался убить Соника в Sonic Adventure 2 и выбрать его в космос. Ты был таким добрым тоже. Сказал, ух, Соник, ты умер ради всеобщего блага, ты такой молодец. Ну, поехали дальше. Эх, всё такое бессмысленное. Жиза. Эй, что ты сделал с Тейлзом? Что? Серьёзно? Мы же тебя поймали. Хотели, хотелось бы. Вы схватили моего приятеля, я хочу его вернуть. Блин, этот день становится всё хуже и хуже. На, похрен. Я расскажу остальным плохие новости. Ну, давайте, плохие новости, это то, что мне нравится. Я с тобой позже разберусь, лох. Соник реально лох. Он стоял вместо того, чтобы просто башку расхреначить этому психу, чтобы он сразу же повеселел. Потому что, как мы знаем, хороший удар по балдее сделает кого угодно веселее. Пока мир в моих анимациях так зачастую работает. Может быть, все враги и death traps будут закончить Соник? Может, они не могут. Может, это реально важно в космическом схеме вещей? Ну да. Очевидно, что этот эмо-мальчик будет рассуждать про космические... космические материи. Неважно, победит Соник или поиграет. Эм... В общем и целом, это не имеет значения. Кстати, эти стрейкозы тоже из Mushroom Hill, кажется. Музочек, кстати, хороший такой. А может быть, лучше ты меня финишь? Ты же как бы тоже должен, понимаешь, поддерживать тренд и желать с Соником познакомиться поближе. А то как-то нечестно, что даже жирный зумом захотел с Соником, что называется, пообщаться вплотную, а ты не хочешь. Чё ж ты такой... Неправильный. Хм, может, пособирать всё-таки эти красные кольца немножечко хотя бы? Всё равно потом будет легче это делать, когда я займусь за кадром сбором этих колец. Тем более, такой музончик роскошный. Ой, блин. Вот эти у нас, кстати говоря, из Scrap Brain, из Соник 1. Ой, нет-нет-нет, опять виспы. Ну, мать вашу. Можно и не надо, блин? Пожалуйста. Так. Здесь, по-моему, надо просто прыгать на них. Нажимать кнопку прыжка до тех пор, пока что-то не произойдёт и... Всё. Я даже не могу нормально управлять этим виспом. Афигану всё надо? О, да. Вот этих товарищей помнит кто угодно, кто играл в Соник 2. Эти сраные богомолы, которые тебе со всех сторон даст наду своими... Эм... Клешнями... Бросательными. Да уж, Соник Лост Ворлд. Всё время думаешь о том, как же было всё в классике, потому что это самая, блин, классическая игра во франшизе, наверное. Более классическая, чем Соник Дженерейшнс. Так, ой, тихо-тихо-тихо. Не, прикольно на самом деле с этим виспом, потому что тебе совершенно не нужно напрягаться. Прыгаешь и прыгаешь непонятно куда, и непонятно как оно работает-то вообще. Фиг с ним. Так, а мне не нужно туда наверх? А, вот наверняка мне туда нужно... Ой. У нас ещё есть, кстати говоря, баунс-атак, который я всё время забываю, что он существует. Тоже опять же перекочевал из адвенчара, хотя игра вроде бы и не правится совершенно. Так, ну ладно. И повсюду бедит эта жуткая сова. Что бы это значило, спрашивается. Чё он там, поцелуй хочет или типа того? Ну-ка, вообще понятно. Понятное дело, что этот товарищ тоже не может сопротивляться. Кстати, могли бы хоть представить его? Его так-то зовут Зор, но никто его не поймёт, его не называл. Так что сам догадывайся, как его там звали. Ну, допустим. Также странно, что он почему-то пятый, хотя по угрозе он вполне очевидно должен быть самым нулевым. Как раз потому, что ему нас наклась совершенно. Ой, и вот тут начинается один из самых дебильнейших геймплейных элементов этой игры. Нам нужен стелс. Вот реально, мы сейчас занимаемся стелсом, представляете, да? Если нас поймает эта сова, мы сразу же потеряем жизнь. Поэтому нам нужно прятаться, 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 чтобы нас ни разу не заметили. Это настолько тупо, что я просто не могу. Ну как, как? Столько лет Соник приключается и выживает, и теперь вы говорите мне, что без этого... Если я не буду стелсить какой-то дурацкой совы, то... Все старания Соника по выживанию за все предыдущие годы станут ничем, потому что он полное чмо. И какого хрена эта сраная нота мне не позволяет нормально управлять, я просто падаю в пропасть из-за того, что эта сраная нота не позволяет двигаться. Ой, блин. Короче, сейчас мы будем бомбить, короче. Да, короче, меня это сейчас все выбесит очень сильно, потому что... Меня этот уровень со стелсом выбесил, когда я проходил его в первый раз. Ну, собственно, чисто по факту, понимаете? Ну, это же маразм полный. Такой крутой герой, как Соник, и боится какой-то обоссанной механической совы. Какого хрена, спрашивается? Как он до этого жил, блин, все эти годы? Мать вашу. Это не честно и неправильно совершенно, что с Соникой сделали такого чмошника так геймплейно. Давай, вырубайся, срань. Почему нельзя вырубить заранее это говнище? Так, поехали. Эй, подождите, подождите. Ладно, надеюсь, мне дадут сейчас бежать. С Соника подхватили какие-то сраные мышки, и он сдох. Ой, блин, я... Меня вот этот момент, наверное, бесит больше всего, что есть в этой игре. Вот, реально. Какие бы там сюжетные маразмы ни происходили, вот этот уровень, это самое наитупейшее, наидебильнейшее, что можно было только придумать про такого крутого персонажа, как Соник. Ладно, еще Эмми, Тейлз, там, Крим, не знаю, да хоть Наклз, просто Наклз, тоже такой смешной чмошник, теперь в последних играх стало чисто, чтобы не поржать можно было. Но Соник, Соник, какого черта этот главный крутейший герой, который победил столько всяких жутких существ, типа Хаоса, Биолизарда и прочей Сани, должен бояться теперь какой-то сраной механической совы и ее сраных механических летучих мышек, блин. Какого хрена? Я не понимаю, меня это вымораживает напрочь просто. Ой-ой-ой. Ладно. Сдавайся, Соник, это то, что я делаю. Не сдавайся, мужик, не сдавайся. Лучше бы ты вместо всей этой фигни занялся каким-нибудь там своим эмуфлиртом. Мне даже было бы интересно посмотреть, какие слова ты его подобрал, чтобы Соника соблазнить. Остальные вот старались, они там всякое про нас рассказывали, как они нас отделают взад, как они нас... как они нас сожрут и так далее. Ну, вы поняли. У каждого там были к нам интересные фразы. Дедушка нас хотел поучить. Ай, а этот чел хочет нас утащить летучими мышками, не знаю. Учитывая тот факт, что это он сейчас контролирует эту сову, получается, что... А ведь получается, что все очень даже логично. Ну, конечно. Этот чел контролирует сову и пытается с ее помощью нас захомутать. То есть, да, это его чисто такой способ выразить свои настоящие чувства. Так, ну ладно, ладно. То, что я тут пытаюсь так прикалываться, это чисто моя попытка хоть немножко сдержать свою фрустрацию от этого дебильнейшего, бессмысленного уровня. Так, где мы занимаемся в Ситэс-Ранио. Ну, полагаю, нам придется драться. Ну да, мы это уже видели, опять же, в уровне Найтс. Нужно ждать, пока снаряд приземлится и отбивать его обратно. Ой, как это интересно. Ну, Соник, понимаете, это геймплей из-за Соника, ух. А, нет, его нужно было не бить, а пинком отбивать. Я забыл совсем. Но, кстати, да, мне вот нравится смотреть, зато как тут на фоне виден весь уровень. Это довольно классное зрелище. Такие решения геймдизайнерские мне очень нравятся. Пыщ. Ага. Теперь тебя нужно отмудохать. Чё, только один раз можно ударить? Даже нельзя его стакать эти хомик-атаки. Печально. Так, так, так. Ой. Ещё раз. Раз. Ой. Слишком много снарядов, я отвлекаюсь, прошу прощения. Я могу сражаться лучше, но зачем париться? Так сдавайся полностью, чувак. Чё ты паришься? Сразу же можно устроить... Сразу можно перейти к тому этапу, где мы занимаемся не сражениями, а выяснениями более близких отношений, короче говоря. А то ты какой-то слишком скучный, чел. Повеселее надо быть. Фига там он здоровенный по сравнению с Соником. Странно. Вроде бы в катсцене они были одного роста приблизительно, а тут Соник прямо крошечка такая. По сравнению со своим пятым мужем уже. Вот мы уже пятерых, считай, захомутали практически, так что остаётся только один. Ну ладно, практически это не совсем. У нас ещё вот здесь в конце будет отдельная битва с этим любителем поныть. Завок шар и в компьютерах. А теперь Соник, пришло время, а почему он не голубой? А чё, похож? Вы некомпетентные глупцы. Я не могу доверить вам такую простейшую задачу. Ну ладно. Поможем работать и с этим к нашему преимуществу. Такая поза, конечно. Кто-то очень сильно облажался, потому что у нас нет Соника. Мы знаем. Прям... Ничего, Тейлз тоже сойдёт. Можете пока что его по кругу пустить? Он в такой позе лежит, что прям просится, что называется, чтобы его накуканили, блин. Ну и учитывая, каким он был придурком на протяжении этого сюжета, его, в принципе, не жалко. Куканьте его сколько влезет. Я вам даже доплачу за это, чтобы посмотреть какое зрелище. Ой, кстати, тут, кажется, мог пойти и понизу, в принципе, так опасно. Так, вот эти вот лазерные паучки, я кажется, их припоминаю, но где я их видел, тоже не могу вспомнить. Так что я не совсем всех на 100% помню. Может быть, это всё-таки новые враги, фиг знает. Так, сосредоточимся. Да, вот здесь начинаются вот эти вот покатушки с физикой опять-таки, которые я раньше думал, что видел, но нет, в самом деле, я их не видел раньше, они находятся тут только сейчас. Хорошо. Ой. Да, как интересно. О, старые добрые эсьминоги из Oil Ocean, кажется, которые подлетают и пуляют, да? Наверное, вроде не подлетают. Короче, Эггман даже не может повторить то, что он когда-то сделал, всё равно облажался. Так. А вот здесь, кстати говоря... А, да, нам нужно с той стороны, кажется, идти. Блищ. Занимательно. Такая таинственная музыка, будто мы играем не в платформер, а в какой-то нуарный детектив, я не знаю. чисто... Ой. Добавить бы ещё какие-нибудь мрачные дома со слабоосвещенными окнами на фоне. Ночь, улица, фонарь, аптека и так далее. Чтобы было максимально атмосферненько. А не вот это вот всё. Все эти гигантские разодранные трубы. Кто это только успел разодрать? Хм... И зачем? 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 Да, допрыгался. Допрыгался я. Когда мы играем за Соникал, у нас совершается только одно действие. Мы допрыгиваемся до чего-нибудь плохого. Особенно, если я начинаю... Да блин, ускорим меня уже. Особенно, если я начинаю нести фигню вместо того, что сработаться на действие. Ай. Нифига себе, это было жёстко. Так. Секундочку. Я не хочу сейчас облажаться, а то, блин... Ох. В кои-то веки помнят, как меня выручил. Фух. А это они, интересно, кого совместили. Курицы из Викфортерста я знаю, а вот эти штуки, на которых они катались, это что-то новенькое? Неужели Розабы придумали нового врага, а они просто скопипластили его из предыдущих игр? Я не могу в это поверить. Собрали 10 колец. Ой, блин, сейчас омучал опять на что-то выдавать всякую срань. Чего у нас там имеется? У нас имеется, кстати говоря, щит и два бессмертия. Давайте их используем, что ли? Столько этого барахла. Да, в смысле, дай мне развернуться, срань. Так, это сейчас музыка такая была знакомая. Это был из Соник Херос, что ли? Ну ладно, так. Я просто не могу сейчас задуматься об этом, потому что сосредоточен о том, чтобы выжить. Всё, потому что веселье закончилось, понимаете? Мы уже ближе к концу игры, сейчас нужно стараться просто не подыхать. То я буду это всё в кадре же показывать, я не могу это просто пропустить как-либо. Правда, у меня на самом деле есть вот один бонус пропуска, если что, могу даже не терять пять жизней и сразу им воспользоваться. Ура, я спас вас, животные! Теперь бегите и выживайте в этих длинных прорванных трубах. Очень интересно вам тут будет. Желаю удачи. Хе-хе. Мне-то пофиг, я вас спас, это достаточно. 1400 животных есть, хорошо. Ой, сейчас начнётся выдача наград, всякого такого, фанфары бесконечные, да-да-да. При этом всё время получаю награды только первого уровня, с одной звездой, потому что нам нужно выполнить дохранищие миссии, чтобы получать награды с двумя, тремя и четырьмя звёздами. До этого я, разумеется, не доживу и не собираюсь доживать, нет, спасибо. Эта игра не настолько интересная и разнообразная, чтобы я её хотел так долго проходить. Ну, посмотрите, весь я такой быстрый и так далее. Ох, мне аж нехорошо от этого. Пора его хорошенько отпердолить. Он так хорошенько накачал себе губки и накрасил их, что, ну, прям невозможно думать иначе, как то, что он хочет хорошенько нашего Соника зачмокать. А всё остальное это просто его проявление характера чисто цундере. Хотя, если подумать, тут все эти шести розетти тещут цундере. Все определённо хотят Соника, потому что они явно до него чуть ли не домогаются. Но при этом выпендриваются и делают вид, что они в нём совершенно не заинтересованы. Да, просто так уж вышло, что они его просто обожают. О! Прям так и знал, что здесь колечко. Видимо, я уже когда-то его брал, у меня чисто память отпечаталась. Я помню, что можно наверх здесь залезть. Так. Что-то там не сделает его счастливым и вообще он никак не может быть счастливым. Не волнуйся, парень, мы знаем, как сделать тебя счастливым на самом деле. Чтобы сделать тебя счастливым, надо всего лишь тебя, что называется, понуть, я не знаю. Но только это и умеем делать, к сожалению. Это же детская игра. Так-то, если бы Соник был чуть более мужественным, он бы догадался, что может решать все проблемы, что называется, полюбовно. Хе-хе-хе. Ой, да. Извращённый мой разум, что поделать? Придётся привыкать вам к этому. Я таким буду, видимо, постоянно теперь. Так, а нафига я сейчас побежал наверх? А, вот, всё. Ну тут хотя бы всё просто. Спасибо и на этом. Мне это 2D и так не радует, если тут будут ещё и челленджи какие-то, что-то сложнее, чем просто сделать прыжочек дальше. Ай. Нафига вообще место нужно наверху, если можно по низу пройти где-то гораздо быстрее и безопаснее? Странно, такой выбор маршрутов непонятный. Ой, нет, не начинайте, пожалуйста. Только не начинайте, опять это срань, это вонючая дрель. Блин, мать вашу. Ну, в принципе, опять же, я тут хотя бы могу, если что, сдохнуть просто несколько раз, и всё. Да, могу сдохнуть, конечно, несколько раз. Но знаете, я всё равно накопил этих бонусов дофигища, давайте их уже использую просто. Поехали дальше. Клал я на эти вонючие дрели ваши? Нет, спасибо. Так. У меня колец нет. Вот, блин. Придёшься без них тут выживать. Вот это говняное место я выбрал, конечно. Капец. А, так я мог просто тут пройти, ну ладно. Да в смысле, как тебе бить, с какой стороны вообще? Может, ему пинка надо дать, скорее всего? Сейчас попробуем. Нет, его вообще никак нельзя убить. Ну ладно, я с ним, короче, пойдём дальше. Вот, самое шикарное место, напоминающее нам про Сандополис. Тут нужно нажимать рычаги, чтобы включать свет. Но по факту я этого даже делать не хочу, потому что мне так больше нравится. Просто посмотрите на это красивое такое отсутствие освещения на эти силуэты классные. Мне так больше нравится бегать. Я даже не хочу ничего включать. Ой, блин. Колечко, колечко, подождите, верните мне его. Клёвое место, да. Так. Да, твою же мать, дай мне свою сраную бомбу. Как это? Почему ты не пинаешь? Ничего не пойму. Вот я же пинал раньше. Ладно, пофиг. Вот так и можно выживать в Сонике. Просто теряешь одно кольцо, подбираешь его и всё. А, всё, теперь я понял. Да, мне нужно включать этот свет, иначе я просто не могу нацеливаться на врагов. Вот ещё прикол. Не в том, что тут плохое освещение становится, а в том, что я не могу интерактировать с окружением. Эх, ладно, так уж и быть. Так уж и быть, я не хочу сильно задерживаться. Я точно помню, что я в прошлый раз пошёл здесь без света, я вообще в неё разу не включал за весь, за весь эпизод. Но, видимо, тут это нужно сделать, иначе да, иначе тебе просто конец придёт. Так, сейчас, секундочку. Попробуем. Да, подожди, почему ты не отпинываешь эти страны бомбы? Тьфу, меня раздавили. Но, в принципе, торопиться мне некуда, у меня на прохождение этого четвёртого уровня полно времени. Я же так постановил, что я прохожу одну климатическую зону, да? И сейчас я пока что управляюсь нормально, да, теряю немножко колечки, там, туплю малость. Зато у меня есть о чём подумать, о чём поговорить, с кем пофлиртовать и так далее, ай, блин. Ладно, может быть, это не лучшая идея. Так, секунду. Тут ещё главное, блин, на пару секунд включается этот свет, меня это прям раздражает. В Sonic 3 нахлз было гораздо проще в этом плане, что вы за приколистые? Так, на, наконец-то. Всё, короче, хватит экспериментировать, это всё, конечно, весело, но я хочу всё-таки пройти игру, а не подыхать тут по 10 раз. Жизни у меня там ещё не вижу сколько, заслонил свои рожи, всё, ничего не понятно, ладно. Да, по идее, мне нужно было беспокоиться за того, что Соник идёт ко мне, но беспокоиться это не по мне или типа того. Ну, короче, понятно, о чём беспокоиться. Соник идёт к нему исключительно с благими намерениями, исключительно для создания взаимовыгодного сотрудничества, что называется, плодотворного, и так далее. Да, так, ладно. Хватит об этом. А мне здесь не нужно включать свет, и не знаю. Вроде нет. Фух. Так, я просто сосредоточусь пока, что я боюсь, что я сейчас опять сдохну нафиг. Ну, верните меня уже в 3D. А, понятно, он у нас не только эмо, но и мазохист, ему нравится думать о том, что он сам себя навредит и так далее. Так, хорошо, хорошо. так уж и быть, мы с радостью его удовлетворим во всех возможных средствах, блин, раз ему так нравится. Сейчас начнется еще один бессмысленный конфликт. Ну, по крайней мере, ты сам все понимаешь, до чего же бессмысленно все то, чем тут занимаемся, не правда ли? Лище. В конце победит только мрачный женец. Че, и все, что ли? Какая-то прям смешная битва, я в первый раз здесь довольно много подыхал. Ну, ладно, спасибо, че. Это было просто. Да. Ну, и впереди, кажется, предпоследняя зона. Хотя, стоп, это ведь уже шестая зона, получается. Получается, вот эта зона уже будет седьмая, и вон там восьмая последняя. Ну, то есть, да, получается, что я могу получить Суперсоника еще раньше, если я все-таки постараюсь собрать сейчас вот... Да, если я сейчас пройду вот эту следующую климатическую зону сразу же, то я смогу собрать все красные кольца за кадром, естественно, и тогда мы будем готовы к тому, чтобы эту игру, что называется, затащить на сто процентов, если можно так выразиться. Понятное дело, что сто процентов по-настоящему означает именно что... Эм... Именно что прохождение всех этих вонючих миссий, но нет, спасибо, я без этого обойдусь. Так, ну что, пора заканчивать, получается, эту серию. Давайте этот следующий бы продолжим проходить дальше, изучим следующую зону, и постараемся потом после следующей серии уже собрать за кадром все кольца и готовиться к финалу игры, наверное. Скоро продолжим.